всем доброго дня и отличного творческого настроения сегодня я покажу вам как сделать клевер из бисера и кому интересно оставайтесь со мной приятного всем просмотра в линии клевера нам надо сделать листочки вот большие средние и маленькие а также соцветия сделать для соцветия берем бисер розовый и такой вот светлый тоже у меня бисер берем проволоку сначала будем делать соцветия вот такую 0 3 миллиметра такого цвета я взяла для соцветия отрезаем от проволоки 50 сантиметров убираем бисер сначала 4 светлых далее 6 розовых и снова 4 нет ни 4 опять набираем так я повторю 4 светлых набираем далее 6 розовых потемней и 5 светлых теперь одним концом проволоки продеваем вот в пятую бисеринку где у нас пять светлых вот в крайнюю так вот продеваем проволоку проходим проволока этой и затягиваем оставляем здесь конец такой небольшой кончик сейчас расскажу сколько примерно сантиметров 7 сантиметров вот этот маленький конец далее надеваем на вот на длинный конец маленьким и не трогаем на большой конец одеваем 5 светлых 6 розовых и 4 светлых теперь также длинным концом продеваем где у нас 5 светлых то есть она будет 1 вот этой петельки двигаем и сюда вот этим концом проволоки эту бисеринку проходим затягиваем стараемся поближе к первой петельки по плотнее затянули делаем вот так вот сгибаем наши все вот так петельки сделаем вот так сгибаем так теперь мы будем набирать 5 светлых 6 розовых 4 светлых все пойдут теперь петельки так и также длинным концом проволоки проходим через первую около петельки бисеринку и так же затягиваем стараемся по плотней такие петельки набираем по всей длине проволоки на таком отрезке проволоки у меня получается где-то 1517 таких петелек вот я сделал такие петельки по всей длине проволоки теперь их немного вот так вот загибаем внутрь начинаем с одного края скручивать закручивать вот так берем вот так вот аккуратненько закручиваем скрутили теперь вот эти концы проволок ниже собой вот так скручиваем ножка прокрутим несколько оборотов сделаем так у нас получилось и одним концом проволоки которые можно подлиньше вот так вот проходим через вот эти вот бисеринки вот так посередине через все петельки для надежности для надежности чтобы не развалился наш цветочек так вот проходим так так из назад и теперь уже еще раз вот так закручиваем до конца можно не закручивать немножко так оставить поправить еще все расправить так чтобы внутри вот эти загибались такой вот соцветия у нас получилось теперь будем делать листочки делаются они по одному принципу только вот здесь маленькие листочки состоят из двух пары дуг средние листочки здесь три пары дуг и большие листочки здесь четыре пары дуг набираем на зеленую проволоку зеленый бисер проволоку меня тоже 0,3 но можно взять потолще 0,4 или еще потолще чтобы было легче делать вот я сразу не отрезаю проволоку так вот набрала теперь начинаем дело сначала делаем петельку вот такую петельку на глаз я примерно не знаю сколько сантиметр вот так вот закручиваем его пальчиками так вот такая петелька здесь оставляем хвостик такой вот это у нас будет центральная ось это у нас будет внизу а это ось на эту ось надо набрать 5 бисерин зеленых набрали бисер на эту ось 5 бисерин теперь делаем первую дугу вот этим бисером который у нас набран вот так вот закрепляем вот здесь заворачиваем вот так вот ось у нас это дуга и вот здесь вот чтобы было под углом видите вот бисер потому что я хочу чтобы листочек был остренький и вот так вот под углом вот так вот зама перематываю вот так вот два разочка так переворачиваем вот у нас получилось а вот этого центральный будет это будет у нас полу дуга теперь делаем полу дугу с другой стороны сверху вот так вот вниз здесь вот остренько стараемся чтобы был а вот здесь уже не надо чтобы был острый так кругленько под прямым углом так смотрим сколько бисеринок нам надо чтобы они были плотненько стараемся и вот так вот тоже перекручиваем пару раз вот вот у нас получилась одна пара дуг центральная ось пара дуг делаем далее вторую пару дуг также так вот делаем оборачиваем так здесь тоже чтобы остренько стараемся на уголок заворачиваем так переворачиваем поправляем видите полу дуга сделаны далее идем вниз также здесь уже нам надо чтобы было кругу здесь не надо под острым углом здесь так прямо перематываем пару раз раз два переворачиваем вот у нас получился листочек с двумя парами дуг это у нас готовы вот такие маленькие листочки если бы я делала маленькие листочки я вот на этом закончила я продолжаю дальше делать покажу вам как сделать большой листочек далее также угибаем вокруг смотрим сколько нам убрать бисеринок подвинем видите еще лишний и заматываем перекручиваем это тоже полу дуга готова далее подвигаем еще бисер также вокруг здесь мы сделаем чтобы было прямо так вот у нас три пары дуг так делаются вот такие средние листочки с тремя парами дуг далее продолжаем делаем еще последнюю пару дуг самый большой листочек также вокруг здесь под углом убираем лишние бисеринки смотрим чтобы было остренько перекручиваем поворачиваем так последнюю полу дугу делаем смотрим здесь убираем лишние бисеринки плотненько стараемся перематываем мотали вот такой листочек у нас получился теперь немножко здесь вот так закручиваем все не надо отрезаем проволоку лишнюю здесь вот подлиннее чем вот этот петельку нас этого так отрезаем так и вот эту вот разрезаем петельку но не прямо немножко вот так чтобы они были все у нас концы проволок чтобы были все разные длинные чтобы не не было толсто в одном месте так можно тоже здесь не закручивать здесь сверху отрезаем немного вставляем немного этот конец загибаем вниз вот такой листочек у нас большой самый большой получился теперь будем собирать веточки веточки можно сделать с одним соцветием на них понадобится три больших листочка три средних и три маленьких также можно сделать веточки с двумя соцветиями вот такие здесь уже надо дополнительный вот эту веточку одну вот сделать на нее еще уйдет три средних листочка и три маленьких листочка я вам покажу как делать вот такую веточку с двумя соцветиями берем соцветие и три самых маленьких листочка эти листочки мы сначала вот так вот загибаем все вот так отгибаем не будем приматывать их к нашему соцветию можно приматывать ниточками мулине и или же очень тонкой проволокой я буду заматывать проволокой тонкой можно нитками мулины вот так вот обматываем один листочек примотали подставляем 2 2 примотали 3 и заматываем теперь берем три средних 3 средних листочка между собой их вот так тоже сгибаем так вставляем между собой их сейчас тоже замотаем проволокой или ниточками мулины так заматываем вот так вот три средних листочка соединила также соединяем небольшие три листочка теперь эти листочки надо вмотать тейп лентой зеленой я сначала начинаю снизу заматывать можно не с самого начала вставлять все равно там потом будем приматывать основной веточки так вот заматываю снизу до верха теперь вот спускаюсь вниз заматываю второй раз пускаюсь вниз так расправляем также приматываем тейп ленту и большим листочком если вы делаете веточку с одним соцветием то этих листочков достаточно а я буду еще делать дополнительную веточку дополнительные соцветия вот такую веточку еще нужно сделать дополнительно вот эту соцветия и вот такую еще веточку для дополнительные вот этой вот веточки нам понадобится вот соцветия одно с тремя маленькими листочками и вот эти листочки средние 3 листочка берем соцветие ставим сюда нужно примотать листочек чтобы ножка было и так же проволокой примотаем теперь надо обмотать тейп лентой также начинаю снизу вот я обматываю снизу дохожу до веточки немножко ее отгибаю намотали до ветки отогнули чтобы она не мешала идем дальше к соцветию матываем до верха поворачиваем вниз также доходим до этого листочка по имя его наверх чтобы нам не мешал и так же пускаемся вниз вот такая у нас веточка получилось теперь берем любую толстую проволоку у меня вот такая проволока диаметр 0 95 длина ее 40 сантиметров я разрезала пополам получилось 20 собираем всю веточку берем соцветие и вот эту проволоку приматываем подставляем вот так проволоку эту до проволокой приматываем заматываем вот я домотала вот так небольшое расстояние теперь берем средние листочки подставляем вот так и приматываем их смотрите на каком расстоянии вот так вот приматываем спускаемся вниз замотали не еще небольшое расстояние дальше мы будем приматывать наши соцветия второе листочка так подставляем другой стороне как вам удобно заматываем и осталось приматывать только самые большие листочки такая вот веточка получилось теперь также обмотаем ее тейп-лентой начиная с нашла до 1 листочка отгибая продолжаю обматывать дальше соцветия у нас все обмотано центральную веточку обматываем дальше листик выбираем чтобы они нам не мешали потом все поправим дойдя до верхние соцветия сворачиваем спускаемся вниз так доматываем до конца все веточка готова таких веточек с двумя соцветиями я сделала 2 веточек с одним соцветиями я сделала 3 веточки теперь все веточки собираем букет ставим в вазу или в какой-то горшочек с гипсом вот и все наш букетик готов на сегодня все подписывайтесь на мой канал пишите мне комментарии если вам понравилось ставьте лайки вот эти всегда только с хорошим настроением у вас обязательно все получится